привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий из иерархической цепочки было вычеркнут габель и это дело рука вот этого молодой человека жерара бутена его сына сына габель я уж не знаю что спровоцировала жерара поднять руку с оружием на своего отца и нажать на курок я думаю что в ходе в ходе этого дела может быть это все прояснится до антуан датенвиль будущий глава комитета общественного спасения хотя он не сказал еще свой ответ говорит после заседания скажу назначением датенвиля в этот комитет мы пытаемся отвлечь рабеспира хотим дать понять что датенвиль рвется к власти ну посмотрим посмотрим пора начинать наверное есть тут пара новостей каких-то да вы не выполнили в сроках обязательно папах обязательства по постройке статуй париж разочарован а как же я могу в срок у меня столько дел заседание как мне некогда этим управлять что еще еще какой-то конверт фехтовальная школа урос лаваль знаменитый фехтовальчик решил обучать своему искусству в частной школе открыта в одной из секций парижа однако даже мы самые известные личности не всегда могут удовлетворить финансовые потребности местных чиновников лавали обратился к вам когда в мэрии попросили слишком большую взятку за необходимые документы разрешения он не хочет называть имен и навлекать на чиновников проблемы он считает что вмешательство судьи может убедить их принятие знака внимания который был бы ему по карману к сожалению я не могу ничем помочь я вот можно конечно сделать вид что я не читал наверное но но это наверное то же самое что игнорировать хотя попробую нет попробую просто все отложить как будто не игнорируя простой люд средненько революционеры высоко и аристократ тоже высоко ну что ж к делу к делу подсудимый молодой офицер жерар бутен обвиняется конечно в убийстве улики убедительно доказывать что он убил бывшего архипетского парижа жанна батиста габели вчера вечером в доме жертва раздался пистолетный выстрел соседи немедля просто вбежали в комнату габели чтобы увидеть молодого человека с дымящимся пистолетом в руке жертва лежала на полу с дырой в груди поскольку юноша отказался убрать орудие убийства была вызвана стража оповещенная от должности жертвы на место прибыл сам главнокомандующий француа андрео войдя в комнату обнаружил что бутен уже перезарядил оружие и на что намеревался выстрелить снова но на этот раз убить себя андрея вступил в переговоры через 20 минут убедил офицера опустить пистолет стража немедленно скрутила убийцу и припроводила в тюрьму во время допроса в камере подсудимый хранил молчанием во время этой попытки допроса лично присутствовал андрео что удивляет меня но раз он главнокомандующий то это его право то тот самый андрео которого мы с помощью нашей росписи мы назначили командующим национальной гвардии почему он лично участвовал в допросе этого юноши к несчастью не обошлось без инцидентов когда следователи шли один из стражника вошел в камеру подошел подсудимому и несколько раз ударил крича что ты знаешь о рабеспьере что ты знаешь о главнокомандующем а он что-то должен знать габель конечно с эбером там пытались какие-то что-то что-то пытались устроить пропи против робеспьера но не он же я предпочитаю игнорировать досужие разговоры но есть один слух который может быть важен для этого дела месье судья как и большинство парижан мог этого не знать но кое-кто утверждает что бутен незаконорожденный сын габеля тот самый которым с давних пор говорят в городе если это так то мы имеем дело одновременно с трагедией и загадкой почему сын убил собственного отца мне не удалось найти ответа возможно вам удастся пистолет это метод это метод которым воспользовался этот жерар черт всего лишь одна ошибка одна ошибка и может быть мы многого чего не узнаем попытка суицида молчание после ареста нападение на подсудимого главнокомандующей национальной гвардии внебрачный сын смягчающие обстоятельства попытка суицида а черт его знает личность может быть до личность попытка суицида это еще и ну не метод наверное может быть смягчающие черт каждый раз нажимаю и боюсь ну раз то можно ошибиться раз можно не бояться главнокомандующей национальной гвардии молчание после ареста нападение смягчающие молчание ну вот и все все вопросы были открыты подсудимую прошу вас представиться жерар бутен сын жана батиста габеля и инкруябль невероятно то есть сын самого габеля что произошло почему вы перезарили рузы почему вы молчали аристократы революционеры хотят свободы семья и простой люд с кем я буду черт ну я не знаю я не знаю на самом деле это молодого человека надо бы отправить конечно же на гильотину ну почему то жалко жалко ну давай хорошо давай давай поговорим давай поговорим потом уже решим что произошло собственно что произошло а вы не видели дыры в его груди да месье судья и бил в виду что произошло перед убийством да спасибо антуан да спасибо я пришел к отцу у которого были более важные дела на уме чем его сын бастард в каком тоне происходил ваш разговор в прохладном нет лучше будет сказать в ледяном мой отец меня ненавидел ну и не надо в него стрелять и не надо было к нему ходить и и плевать за что за то что я обратился со своими проблемами к другим людям и навлек на него биту он только-только начал новую главу в своей карьере когда вы перешли к стрельбе после недолгой беседы все произошло быстро для меня он стал не более чем куском плоти ничем не отличающимся от врага на передовой кем еще считать отца который относился к сыну с таким презрением ну негодяям в крайнем случае ну не надо было стрелять в него ну зачем взял и стрелял в него вызовите свидетеля а ну это же прошу вас представиться глава национальной гвардии франсуа андрио на тот случай если кто-то меня не узнал меня зовут франсуа андрио и я главнокомандующий национальной гвардии перед законом все равны как вы оказались на месте преступления как вы убедили подсудимого сдаться вот мне это более интересней мы долго говорили о чем я сказал ему что оборочить честь мундира за суицидом еще больше преступления чем то что он сотворил с габелем и это его убедило он офицер вы никогда не надевали форму поэтому не способны понять но он глубоко вожил армию да это его убедило это вы подослали стражников нападавшего на подсудимого что вас связывает с гражданином Робисфьером ха ха это вы подослали стражников я не думаю что он скажет что-то про Робисфьера да он и на это тоже ничего не скажет какое абсурдное предположение этот мужчина действовал без приказа и понесет наказание какое я еще не решил но нахожу любопытным то что вас больше заботит вспыльчивый стражник чем убийца нет ну это конечно может быть не наше дело да мы совсем другое дело расследуем ну просто интересно просто интересно прекратите эти инсинуации ваши стражники часто позволяют себе нарушать субординацию никогда подобного не происходило ни разу за всем ее командование и тем не менее он сделал это именно тогда когда заключенный мог знать о вас что-то чего не должно но не должен был это столь абсурдно что я не стану отвечать почему вы молчали во время допроса да потому что он наверное ничего не знал не знал что ответить наверно потому что неожиданно я стал интересен для множества важных персон меня посещал гражданин Эбера потом Андрио пришел со стражей какое отношение это имеет к делу все они интересовались говорил ли мой отец что-то необычное перед смертью что-то что могло поразить или ужаснуть меня а он говорил революция еще не завершилась и вы должны пообещать месье судья что позаботитесь о моей матери судьи трибунала не в том положении чтобы давать такие обещания скажите мне где она и родина о ней позаботиться можете не говорить вам решать ну вот сейчас и дилемма к чему вести как вы могли с такой вот интересно да с такой легкостью запятнать мундир а как бы я мог служить своей стране живя с осознанием того что был опорочен вы имеете ввиду слухи я имею ввиду моего отца который ни разу не обнял сына я имею ввиду мою мать которая умирает не встретившись с любовью прошлых лет и это для вас важнее чем жизнь и служение стране месье судья что по вашему может быть важнее чем собственная семья страна молодец молодец будущий глава комитета общественного спасения знает что главнее гильютина пожалуй поэтому я скорее умру чем стану жить среди вас среди людей построивших этот безумный мир среди тех кто использовал мою семью для грязных политических игр расскажите нападение на вас меня пытались заставить заговорить но я молчал гражданин андрио задавал вопросы но я все равно молчал тогда они все вышли ближе к делу пожалуйста спустя несколько минут вошел стражники представился с помощью ударом я в лицо после этого он тоже стал задавать вопросы какие в основном уговорил ли мой отец что-нибудь про либеспьера ли андрио ну ясно что он мог о ней говорить я думаю они об этом могут рассказать больше чем я что произошло потом вошли другие стражники и увидели его я думаю вполне очевидно что гражданину андрио очень хотелось меня разговорить почему вы перезарядили оружие я решил что мне не стоит больше продолжать жить и это очевидно ведь вы совершили страшное преступление нет не потому моей матери осталось недолго тело моего отца лежало передо мной и меня скорее всего ждет гильотина за его убийство точно да точно ждет антон ты не судья ты вот поволчи и даже если меня отпустят мне больше не быть военным офицером суд примет свое решение а моим командиры примут свое да наверное судьба твоя будет незавидная может быть может быть тебе жерел отправиться на гильотинку да и все и успокоить свою душу этими терзаниями ну а а мать которую мне почему то жалко это было бы незаконно я так понимаю вы никогда не были в армии гражданин прокурор как бы то ни было самоубийство рассматривалось бы всеми как достойный конец этой истории так я подумал о чем подумал придумал подсудимый сознался в преступлении да наверное его действия носили контрреволюционный характер когда следует шляпе что ты знаешь о Робеспьере что ты знаешь а может быть и да может быть и да если это связано с Робеспьером может быть кто первым прибыл на место хотя может быть и нет хотя может быть ладно пускай если одна ошибка то ничего кто первым прибыл на место преступления а дело в том что у меня все равно нет этих очков влияния эти слуги соседи соседи офицер франсуа патруль при местный пекарь да нет по моему не пекарь была соседи подожди где это было соседи немедленно вбежали в комнату чтобы увидеть опищён должен прибыл сам а ну тогда если соседи нет тогда офицер Франсуа Андреева наверное так подтвердил ли подсудимые слухи о том что он приходится жертвовать с сыном я думаю что да итак подпись судьи протокол вердикт смерть но оправдательный приговор это для меня почти смерть ладно не знаю оправдаем этого юношу что-то как-то стал каким-то мягкотелом я не пойму жалко всех мы должны пощадить юношу отпустите его хотите чтобы я жил с позором всё передумать что ли ты чё я передумать уже не могу всё но ведь он застрелил жертву ну жертва была такая не очень поэтому застрелил теперь убийца отпускают на волю ну работа была хорошая но риск смерти по моему уже висит надо мной чё то я наверное зря это всё сделал эх дальше да пойдём домой пойдём домой пойдём домой ну да видишь им не нравится то что и руководство строительством статуи это наверное нет наверное всё-таки как-то нужно что-то сделать давай вот может быть давай поужинаем с друзьями и с несколькими депутатами джинни конечно это не понравится ну что же делать что здесь творится что происходит такс приехали ну этот пошёл успокаивать да здесь драчка и чем она закончится эти раненые эти раненые в общем делать я ничего не могу делать ничего не могу ну тогда перейдём к заговору что делать раз делать ничего нечего ммм прокурор Тенвиль станет превосходным живым щитом он без боя займет место Дантона а мы в будущем воспользуемся его благодарностью кроме того мы выведем Робисфьера из равновесия ну это ладно это дело прошлых а вот сейчас нужно Робисфьер поддерживает духовенство давайте начнём со слухов которые подмочат безбречную репутацию Робисфьера устами Эйбера мы намекнём что Робисфьер может захулисно поддерживать коррумпированное духовенство пусть папаша Дюшен газета Эйбера публикует предположение о том что церковь заплатила Робисфьеру за поддержку пусть на улицах будет шептаться что если это правда то свержение их идола будет правильным делом не знаю Давид убедит местную буржуазию задуматься о возможности заключения рискованного союза Клоуис надавит на нескольких священников и пригрозит им гильотиной чтобы они начали разносить сплетни Рамель переодевшись священников начнёт распускать слухи о союзе Робисфьера Костырка а вот это интересно вот это Рамель да зачем сила нам нужна дипломатия всё-таки шпионаж впереди ты Рамель я думаю сыгра сыграет достаточно правдиво давай попробуем так о вероятность успеха сто процентов ничего себе первый раз такое вижу 78 видел 70-80 действие будет прокурор выставляет свою кандидатуру в следующий раз да ну что ж так и решим так и решим на выход на выход завершить день сегодня 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 нас ждёт только несколько незначительных дел хорошо хорошо тогда давай Антуанчик по-быстрому по-быстрому перейдём к делу записная книжка как же низко как же низко всё-таки пал в глазах простого Люда надо как-то выравниваться итак Тоби Волотон известный в своём квартале отъявленный дегодяй изнасиловал а затем убил бывшую сожительницу в её квартире Тил обнаружил её нынешний любовник который во время убийства пил с приятелями через дорогу ммм вот Матье Росиньёль торговец тканью обедал в ресторане на Сент-Шапель когда официант Флориан Буассела случайно разлил у него соус дорогая шёлковая рубашка Росиньёла была испорчена да ладно постираешь ты чё и что вы хотите чтобы я Флориана Буассела отправил на гильотину за этот соус? Стоя в очереди за водой из фонтана группа женщин повздорила между собой очень быстро ссора переросла в драку в потасовке участвовали Днио, Гомбы, Нар и Дел Круа последнюю как сообщается повалили на землю и били ногами ну может они так веселились господь ну повздорили ну не ну тюрьма ладно во время марша в поддержку национального конвента Жанна Карла Берне видели стоящим на углу площади революции очевидцы гвардейцы подтверждают что он выкрикивал король солнце должен вернуться комментарии излишни да мало ли про кого он там говорил ладно вот это вот свобода пьяный северин леба чтобы срезать по пути домой перескочил через забор склада принадлежащего торговцу карбону мест хранили собаки погнавшись за непрошенным гостем убегая леба перепрыгнул через ящики с овощами несколько из них ну и что свобода поздним вечером на жосов компера напали в его мясные лавки он столь удачно защищался мясницким топором что нападавший истек кровью в нескольких кварталах от места происшествия компера не сообщил стражи нападений но его разыскали после опроса свидетелей да и чё ну на него же напали правильно него же нападал то на мясника напали вообще отважные люди зря 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 свобода о свобода людям нравится хорошо больше у меня нет дел я поставлю подпись печать ну все что случилось вы хотите продолжать голодать вы хотите продолжать видеть десяточество среди тех кто дамби правит нет долой Робеспьера Тенвиль нас спасет Тенвиль да здравствуй Тенвиль мы хотим хлеба хлеба а у меня нет очков влияния ну и что ж теперь сделаем комитет общественного спасения снова справедливо вовлеченное давай попробуем манипулятивное я я не думаю что напористо нужно ну не знаю Тенвиль согласился заняться этим нелегким делом ну давай так если что поддержим ли мы его поддержим ли мы его давай манипулятивно ууууу ничего себе вот это попадание 10 из 10 просто ну здесь была у меня надежда Да, вот это просто чистое везение. Ну что ж, хорошо, хорошо. Комитет погрязнул взять точнестве и измене. Кто еще способен разрубить Гордеев узел, как ни страж закона? Все преступники и предатели комитета будут дрожать от страха перед прокурором Тенвилем. От нас ничего не укроется. Сомнения, они еще сомневаются. Дантон решил благородно уступить свое место Тенвилю. Поддержите ли вы его? Ну, любопытство. Любопытство. Репутация, поддержка простого люда плюс восемь, это замечательно. Замечательно. Лучше бы я ей не желал. Вот это ты хорошо толкнул речь. Вот это хорошо. Робеспьер прям злой. О, этот, глава гвардии. Главный гвардеец. Наташон. Ра мне плотно заняться этим судьей. Этим выскочкой, наверное. Вот черт. Нажил себе злейшего врага. Поход по магазинам. Замечательно. А статуи нет? Не хотите? Поход по магазинам. Это жене только нравится. И все. Больше никому, конечно. Визит на могилу Фредерика. Политические дебаты. Концерт для скрипки. Давай вот концерт для скрипки сходим. Дедульки это, конечно, не по душе, но мы немножко поднимемся в глазах и жены, и старшего сына. Единственного уже сына. Единственного. А здесь, черти, что происходит. Как мне здесь все это обуздать? Здесь опять драка. Здесь опять драка. Не просто неугомонный. А что у нас в иерархии? Я не пойму. Десталь какая-то. Известная в Париже своим политическим салоном женщина, которая отрезана от мира больше политики и поэтому действует незримо. Тоже незримо, да? Ладно. Потом с тобой почитаем. Я не знаю, что делать. Жака Луи Давида заблокировали. Вот что делать. А здесь опять драка. Попытаемся убедить. Арест этого человека просто давай попробуем вот так же манипулятивно. Его арест преступление. Вы должны искать настоящих преступников. Вот. Нормально. Нормально тоже. Хорошо прям. Угу. Ну, это уже было, поэтому зачитывать особенно не буду. Вы арестовали не того человека. Это еще почему? Вы схватили тайного агента революционного трибунала. Ваши действия ограничатся изменой. Лучше займитесь поисками настоящих предателей. Только подумать. Мы едва чуть-чуть хорошего человека арестовали, да? Так, успех. Успех. Это хорошо, конечно, что успех. Хорошо. Знаешь, я вот пойду вот сюда. Разведка, да? Разведка. А может не туда? Может вот сюда? Давай я пойду вот сюда, наверное. И попробую увеличить влияние в этой секции. Здесь вообще все в драках. Все сражаются. Все в сражениях просто. Ладно. Заговор. Что-то не то или что? Все влиятельные... Оставшиеся влиятельные люди согласны, что Рабисперед должен исчезнуть. Сам Рабиспер знает, что на вершине рано или поздно хватит места только одному. Арест друзей Д'Антона. По требованию Рабиспереда сегодня арестовали... Но это рук дело этого. Как его? Глава этой нацгвардии. Ну, а придумал, конечно, Рабиспер все. Арестовали Франсуа Шабо и Клода Базира, верных соратников Д'Антона. Нам удалось спровоцировать Рабиспереда на предупредительные выстрелы. Я сомневаюсь, я сомневаюсь, что Шабо и Базира ждет быстрый суд. Скорее всего, их будет держать в тюрьме, чтобы заставить Д'Антона колебаться. Мы должны ответить быстрым ударом. Быстрым ударом. Конвент должен высказать Рабисперу, что тот зашел слишком далеко. Это должно его припугнуть. Под покровом ночи Кловис во главе с группой Мискаденов организует побег двух заключенных. Мискадены, вероятно, постараются неплохо повеселиться. Важнее всего отыскать улики против них. Без доказательства Рабисфера будет бессилен. Может, вновь применить шпионаж? Хотя, я думаю, что... Хм, даже не знаю. Мне кажется, сила тут ни к чему. А вот улики... Хорошо, давай шпионаж. 80%? Ну, неплохо. 80% это все-таки хорошо. Действие будет выполнено Камиль де Мульен. Ладно. Закрыть. Закрыть. Простой лют, революционеры, аристократы. Конечно, все не очень хорошо. Ну, да ладно. Статуя. Надо было посмотреть, сколько там статуи это. Скоро я ее дострою. Из-за этих незавершенных строительств очень плохо все. И репутация, и поддержка, и революция. И влияние в минус один уходит. Все очень плохо. Все очень плохо. Но тут вопрос. Главное достроить, и тогда я это уберу. Наверное, да? Наверное, да. Хорошие отношения со старшим. Плюс один революционер. Это хорошо. Это тоже неплохо. Мятеж быстрее бы он закончился. Потому что я много от него теряю. Я особенные очки влияния теряю. Очень прилично. Контрреволюционное настроение. Лишь сколько оправдательных. Смертных. Я хороший судья. Я добрый судья. Кто ты человек, я не знаю. Но думаю, что познакомлюсь с тобой чуть позже. Подожди. Вот аристократы здесь прям хотят. А революционеры вместе этими тоже хотят. Ладно, посмотрим, что ты там натворил. В общем, спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok